Мелагрос Суд решил, что завещание незаконно, и иск Лукреции обоснован. Америка Продуксионос представляет Производство Хосе Энрико Крусилия Соня Смит и Роберто Матеос Телесериале Мелагрос По роману Делия Фиала Авторы сценария Джованна Пьерона и Энрико Монкло В ролях Хуан Виталий, Уга Кассианси, Роберто Вандер Ивон Фресинет, Альберто Изолло А также Регина Альковер, Ренальдо Аренас Мирна Бракамонте и другие Костюмы Хосе Гевара Художник Гильермо Исса Композитор Корхе Таффа Оператор Рафаэль Руиз Режиссер Аугусто Томайо Нас удивляет поспешность вашего решения Вам не угодишь То вы жалуетесь на бумажную волокиту, а когда мы решаем дела быстро, вы тоже недовольны? Вы даже не изучили документы, которые я вам представил, и я не имел возможности подать заявление. Любой эксперт на моем месте... Успокойтесь, уважаемый доктор. Вы ведь были уверены, что завещание законно? Абсолютно. Как душеприказчик и адвокат, я знаю, что оно оформлено безукоризненно. Все это чушь. Чушь! Ну, ну, спокойно. Я требую уважения к суду, адвокат. Если вы уверены, что это чушь, вам не о чем беспокоиться. Кто не виноват, тот не боится, разве не так? Да, Хуанита. Я почти не слышу тебя. Дело в том, что я много работаю здесь. Мы открыли ресторанчик. Нет, нет, я почти не общаюсь с моими мамами. Да, я тебе обещаю, что немедленно напишу. Хуанита, нас сейчас прервут. Что говорит Хуанита? Мы почти не успели поговорить. Это был служебный телефон. Он беспокоится, почему я ему почти не пишу. И почему ты ему не пишешь? Не знаю. Из-за работы у меня нет времени. Макарена, когда человек влюблен, он находит время в любом случае. Ты рассказала ему, что твои мамы уехали? Нет, не успела. Консуэлы здесь уже нет. И Хуанита может вернуться. Так или не так, доктор? Если вы уверены, что завещание составлено безукоризненно, у вас будет возможность защищать его перед правосудием в суде? Наконец-то свершится правосудие. И я благодарю вас, судья, за то, что вы действуете по закону. У меня несправедливо отняли то, что было моим. Но теперь я знаю, что в этой стране есть справедливость. Эти самозванцы кончат свои дни за пределами компании. Могу сказать только одно, Лукреция. Ты очень дорого заплатила за этот свой сегодняшний триумф. Но у тебя ничего не выйдет. Я клянусь, что переверну небо и землю, но добьюсь справедливости без всяких ловушек и крючкотворства. Разумеется, справедливость будет восстановлена, доктор Белидо, но для этого есть я. Это мой долг. Крючкотворство. Спасибо за оперативность. Мы еще увидимся. Мне было очень приятно иметь с вами дело. А мне приятно служить вам, сеньора. Мы могли бы вы позвать доктора Малатеста, пожалуйста. Рензо? Да. Мы с ним старые друзья. Извините, я не знала. Он очень приятный человек, правда? Да, думаю, да. У него есть невеста? Да, Клаудио. Его коллега по работе. Мне кажется, вы должны знать ее, потому что вчера она дежурила на этом этаже. Да, да. И они любят друг друга? Ну, по крайней мере, мне она так говорит. Хотя с Рензо никогда ничего нельзя знать наперед. Я люблю только тебя и никого больше, Клаудио, клянусь. Я в этом не уверена. Почему? Разве я давал тебе повод сомневаться? Я целыми днями брожу за тобой, как бездомный пес, вымаливая у тебя поцелуй. Словесные дуэли ты не победим, но мне нужны поступки. Закажи мне, что ты любишь только меня. Я готов доказывать тебе свою любовь каждый день и каждый час, Клаудио. Очень хорошо. Ладно, мы встречаемся сегодня? Или ты обещал это другой? Никому. Никому. Хорошо. Встретимся прямо здесь. Я буду ждать тебя. О, как дела? Все в порядке, приятель? Да. Как твой роман с Милагрос? Дело продвигается? Ты уже добился от нее поцелуя? Рассказывай, рассказывай. Милагрос, мне очень жаль, что тебе пришлось пережить это. Я не знаю, как оправдаться. Не нужно оправдываться. Все будет в порядке, Жерардо. Я уверена. Привет, рада видеть тебя, дорогой. Жерардо вернулся? Как у него дела? Нет, еще не вернулся. Доктор Беридо очень нервничает. Конечно, и есть от чего. Если судья решит, что протест обоснован и откроет дело об аннулировании завещания, все будет очень плохо. Но разве завещание незаконно оформлено? Конечно, законно. Просто есть нечестные судьи, которые берут взятки. Сандра, в чем дело? Ты же знаешь, что посторонним вход воспрещен. Привет, Фернандо. Привет. Так я что, не могу зайти к своей невесте? Вы жених и невеста? Тем более, сюда приходят для работы, а не для любовных свиданий. Тебя это так беспокоит, Фернандо? Я просто говорила Хосе Антонио, что доктор Беридо еще не вернулся. Хотите подождать его, доктор Уилсон? Да, сеньорита, я подожду. Хотите подождать его здесь или в кабинете? Думаю, что лучше будет подождать его в кабинете. Не хочу мешать вам и не хочу, чтобы у вас были проблемы с начальством. Кроме того, боюсь, что если я останусь здесь, то не сдержусь и захочу поцеловать вас. Идемте со мной. Сюда. Извините. Придурки. Ты предатель, Медина. Ты влюбился в эту сучку. Как дела? Довольно плохо, Сандра. Судья решил, что нужно обязательно открыть дело об аннулировании завещания. Но ведь закон на вашей стороне, доктор. Да. Но иногда закон можно выкрутить наизнанку с помощью незаконных аргументов. К сожалению, это так. Ладно. Я буду в своем кабинете, Жерардо. Кто-нибудь звонил, Сандра? Хосе Антонио ждет вас в кабинете. Сеньор Жерардо, вы считаете, что Лукреция сумеет оспорить завещание? Если бы я верил в справедливость, сказал бы, что нет. Но... Привет. Какие новости? У тебя такое лицо? Я слегка озабочен, Фернандо. А как ты? Более-менее. Возможно, мне придется обратиться к психологу. Все случившееся меня слишком угнетает. Ладно. Мы поговорим об этом позже. Не волнуйся. Можешь рассчитывать на меня? Идем. Я даже не могу сказать тебе, есть ли прогресс в наших отношениях с Мелагрос. Я буду спрашивать тебя, и по твоим ответам пойму, есть прогресс или нет. Вы целовались? Она поцеловала меня, но до сих пор каждый раз просит, чтобы я не торопил ее, чтобы я имел терпение. Хорошо, уступай, но не слишком. Иногда женщины говорят «нет», хотя на самом деле подразумевают «да». Нет, я так не думаю. Все это выдумали мужчины, такие как ты, дон Жуаны. Я поцелую Мелагрос только, когда пойму, что она любит меня. Хорошо, это другая тактика, но она требует больше времени. По крайней мере, вы выходите вместе. Ты приглашаешь ее в кафе, еще куда-нибудь. Да, сегодня мы обедаем вместе. Ты не посоветуешь мне какое-нибудь хорошее местечко? Да, я знаю одно замечательное место, но мы туда идем сегодня с Клаудией. Хочешь, проведем вечер вместе? Привет. Рензо, сеньора из 306 хочет видеть тебя. Кто? У меня нет на этом этаже пациентов. Она говорит, что вы старые друзья, и она хочет проститься, потому что уезжает. А. Спасибо, Эрика. Извините. Послушай, это одна из старых подруг. Звучит романтично. Кто это? София Камино. Она была подругой моей матери. Ну ладно, Мартин, я пойду. Пойду работать. Думаю, что ты должна открыть шампанское. Это надо отметить. Разумеется. А я пока переоденусь. У меня рубашка совсем мокрая. Я устал. Осталось немного. Терпение, терпение. Пару дней, и все это закончится. И я вновь стану хозяйкой всего. Какие аргументы они представили? Одни недомолвки. Ну тогда мы можем представить запрос и оскорить решение судьи за отсутствием доказательств. Нужно подключить экспертов. Да, да, мы можем все это сделать, но я не верю в результат. Само опровержение уже состоялось, и мы находимся в руках двух негодяев. Честно говоря, Хосе Антонио лучше будет договориться. Россия и Юсия уже должны быть здесь. Какие сони? И лентяи. Я думаю, они скоро придут. Мы сейчас должны закончить с этим, а когда придет Маргарита с покупками, займемся вечерним банкетом. Я могу закончить один, осталось немного. Можешь отдохнуть полчаса. Нет, без работы я скучаю. Ты можешь написать Хуаниту письмо? В библиотеке никого нет, компьютер свободен. Позже. Знаешь, мне пришла в голову одна мысль. Какая? Я подумала, что мы могли бы расширить наше меню. Послушай, Макаре, ну лучше не надо. Тогда мне придется вновь изучать рецепты. Нет, речь не о каком-то сложном блюде. Я говорю о нашей национальной кухне. Фернандо, будь добра. Только не проси, чтобы я принесла тебе кофе. Ты же знаешь, это меня очень расстроит. Тебе так трудно это сделать? Нет. Кофе я не хочу. Я хотела спросить тебя, почему цифры в этой колонке не совпадают с теми, которые указаны здесь. Дело в том, что колонка справа – это чистые поступления, а другие колонки... Понятно. Эти суммы включают общий налог на продажу. Ты уже разбираешься, сестренка. А зачем вы с Жерарда ездили в суд? Из-за твоего развода? Нет. Так в чем дело? Ты нарушила закон. Я с тобой полностью согласен. Решение в пользу Лухреции уже принято. Кроме того, я не слишком верю в апелляцию. Не хочу быть пессимистом, но я уже вижу Медину и Лукрецию в Мистрале. Все это похоже на ночной кошмар. Мне кажется, ты торопишь события. Эта война только начинается. Хочешь правду? Я чувствую себя разбитым. Я не испытываю желания сражаться. Если бы я не обещал Рафаэлю защищать Милагрос, я давно бы уже бросил это дело. И что? Ты позволил бы Лукреции торжествовать? Оставишь ее безнаказанной после всего, что она сделала? Нет, Жерарда. Знаешь, что бы я сделал на твоем месте? Я боролся бы с Лукрецией только ради того, чтобы она не вернулась хозяйничать в Мистраль. Не обманывай меня, Милагрос. Я слышала, как Сандра говорила с Жерарда. И о чем же? Что кто-то... Скорее всего, моя мама подал иск об отмене завещания. Я предпочитаю не говорить на эту тему. Предупреждаю, что я на твоей стороне, Милагрос. Я ненавижу свою мать. Фернандо, мне совершенно не хочется говорить с тобой об этом. А что будет, если ты проиграешь дело? Ты опять останешься ни с чем? Ты что, снова займешься своими куклами? Ты ведь этим зарабатывала себе на жизнь? Да, и очень гордилась своей работой. Все будет прекрасно. У тебя исчезнут все проблемы. Я имею в виду, когда тебя лишат наследства. А Хосе Антонио, он имеет какое-то отношение к этому делу? Нет, абсолютно никакого. Да? Тогда зачем же он пришел? Он разве здесь? А ты разве не знала? Нет. Он давно уже здесь. А ты и не знала. Такие поцелуи, объятия с Сандры. Прямо спектакль на глазах у клиентов. Я не сдержалась. Мне пришлось выйти и отдернуть Сандру. Тебе кажется это нормальным? Это ненормально. Если все было так, как ты говоришь. На твоем месте я бы ее уволила. Я не знаю, как ты терпишь, чтобы твоя помощница была женой твоего бывшего. Работа это одно. А личная жизнь это другое. Совсем другое. Тогда запрети Сандре принимать своего любовника здесь в рабочее время. Ладно. Узнай, о чем там разговаривают Хосе Антонио и Жерарда. Они, наверное, собрались, чтобы оплакивать свои любовные неудачи. Неудачники. Ты ее единственная опора. Единственный человек, которому она может доверять. Да, я знаю. И можно сказать, что по моей вине жизнь Милагрос так изменилась. Не разыщи я ее, возможно, сейчас она была бы счастлива. Да, возможно. Но случилось то, что случилось. Не расстраивайся, Жерардо. Давай вместе бороться за справедливость. А тебе это зачем? Часть этого наследства принадлежала семье Эчевария. Я делаю это не для себя. Просто я не могу допустить, чтобы все осталось в руках Лукреции. Будет справедливо, если Милагрос унаследует все. Нужно сказать, ты стал настоящим ангелом-хранителем и этой компании, и Милагрос. Заботиться о ней и о моем ребенке – это все, что я могу сделать. Ладно, я пойду к Медино. Хочу сделать ему предложение, Жерардо, которое может заинтересовать его. Возможно, он отзовет заявление о протесте. Будь осторожен и держи меня в курсе. Следи за каждым своим словом. Этот сеньор, я уверен, будет записывать разговор, чтобы использовать это против нас. Подслушиваешь под дверью? Что случилось? Я должна поговорить с Жерардо. При чем тут это? Извини, мне показалось. Можно я попрощаюсь с Сандрой, или ты против? Делай, что хочешь. Как у тебя дела с Рензо? Все лучше и лучше. Сегодня мы идем ужинать. А ты? Как твои дела с Бенджамином? Мы просто добрые друзья, Клаузия. Это супер партия, Эрика. Не упусти этот шанс. Осторожно, осторожно, сюда. Наконец-то ты пришел. Или ты к Фернанде? Теодора, ты можешь идти. Нет, Люсия, я пришел к тебе. Я знаю, что Фернанда в это время работает. Блистательное заключение. Как ты можешь заметить, Гринго Вилло Кага иногда может быть очень умным. Что ты собираешься делать? Отвезти тебя на пляж. На какой пляж? Мой старик купил домик в Татаритес. Высший класс, Люсия. И в будние дни там никого не бывает. Мы будем совсем одни. У меня есть деньги, мой мотоцикл на улице. Что скажешь? Ну что, Бенито, достал все, что я просил? Да, все здесь. Что это? Сейчас увидишь. Ты нашел все? Абсолютно все. Хорошо. Теодора, позови Люсию, пожалуйста. Она в зале с Гринго. Тем более позови. Скажи ей, чтобы она пришла немедленно. Ты пришел повидаться с Сандрой? Нет. Я пришел к Жерарду. Фернандо говорит, что вы тут с Сандрой разыграли целый спектакль в приемной. Ты думаешь, я вел себя недостойно здесь, в офисе? Прошу тебя, Мелагрос. Нет, о тебе я уже ничего не думаю, Хосе Антонио. Во всяком случае, я не запрещаю тебе видеться со своей девушкой. Но прошу, чтобы ты как можно реже навещал ее в рабочее время. Не беспокойся. Пока. Мелагрос, будь очень осторожна. И надень бикини, чтобы я мог видеть твои ноги. Синьорита, что тебе, Теодора? Вас зовет синьор Себастьян. Он говорит, что вы уже давно должны были работать на кухню. Говорит, что вы должны идти немедленно. Скажи ему, что я не собираюсь идти, у меня другие планы. Но, синьорита, меня не интересует, о чем он тебя просил, Теодора. Скажи ему, что я сегодня работать не буду. Что случилось? Здравствуйте, синьор. Как ваши дела? Нормально. За нас, дорогая. За наше блестящее содружество. За Мистраль. Ты счастлива? Я буду счастлива, когда все будет решено. Ну, все уже практически закончено. Самым трудным было начать судебное расследование. С этого момента все будет проще. И нет никакой вероятности, что мы проиграем дело? Жерардо может доказать, что завещание выражает волю моего брата. Ты же сам говорил, что опровергнуть это почти невозможно. Кроме того, Жерардо очень хороший адвокат. Он честный, поэтому и проигрывает процессы. Верь мне, Лукреция. Если я говорю, что ты получишь наследство своего брата, так оно и будет. И гораздо раньше, чем ты думаешь. Сеньора Себастьян приказал мне, чтобы я позвала ее. Вот и все. Можно узнать, почему ты не хочешь работать? Я уезжаю. Я еду на пляж. И кто тебе разрешил? Папа, мне что, нужно просить разрешения, чтобы поехать на пляж? Отстань и не мешай мне. Люсия, я отвечаю за тебя и должен заботиться о тебе. И ты, разумеется, должна просить у меня разрешения. И, во-вторых, ты обещала брату, что будешь работать. Он платит тебе, разве нет? Да, но я просто хочу поехать на пляж. Значит, ты поедешь на пляж в свободные от работы дни. Привет. Уже поздно, Себастьян убьет меня. Вот, Росси опаздывает, но все равно выполняет свои обязанности. Тебе бы не мешало поучиться у нее. Идите обе работать на кухне, вперед. Мне лучше исчезнуть, а то сеньор подумает, что по моей вине ты не работаешь. До свидания, сеньор, у вас очень красивые цветы. Проводи меня в комнату, Росси. Проводи меня в комнату, Росси. Продолжение следует... Продолжение следует... Проклятый Медина! Подлец, ты предал меня с моим злейшим врагом! Мне нравятся благодарные женщины. Я всегда буду такой вектор. Когда мне было плохо. Когда меня бросил мой муж и дети. Когда меня оскорбляли и унижали. Ты единственный помог мне. А что ты будешь делать, когда вновь станешь хозяйкой всего? Кроме, конечно, того, что выйдешь за меня замуж. Я стану хозяйкой дома. Ну, это понятно. Но что ты будешь делать в первую очередь? Выгонишь Мелагрос? Можно даже вызвать парочку полицейских, чтобы они ее выставили. У тебя кружится голова. Ты себя хорошо чувствуешь? Да. Только немного тошнит. Да. Все это очень непривычно. Я помню, как Тереза позвонила мне в офис, когда Мартин начал шевелиться. Ты разговаривал с ней? Нет. Она и видеть меня не хочет. Она ненавидит меня и есть за что. Но ведь ты ее очень любишь. Мелагрос, скажу откровенно. Я хочу отдать все, что у меня есть и чего у меня нет. Только бы она простила меня. Сандра сказала, что ты хотела поговорить со мной. Да. Я хочу знать, зачем приходил Хосе Антонио. Люсия, поторопись, Себастьян ждет нас. Подожди, я допью. Не хочешь составить компанию? Нет, спасибо. Ты мне уже надоела. Не будь занудой, Росси. Не знаю, почему здесь все против меня. Даже папа, который всегда позволял мне делать все, что я хочу. Послушай, а куда ты собиралась ехать с Гринго? Я сам уложу дела с Бенджамином. А дети, что будет с ними? Они так плохо ко мне относились, что мне придется их тоже выгнать. Я не дам им ни гроша. Мне кажется, это хорошо. Честно говоря, не думаю, что мне понравится жить с чужими детьми. Расскажи мне, сколько комнат в твоем доме? Я знаю только библиотеку. Алло? Мне нужно поговорить с тобой. Это срочно. Сейчас не могу. У меня очень важное совещание. Я зайду позже. Это твои проблемы. Ты должен приехать немедленно. Что-нибудь случилось? Тебе плохо? Узнаешь, когда приедешь. Хорошо. Я выезжаю. Кто это? Мне жаль прерывать этот прекрасный праздник, но я должен ехать. Куда? К одной клиентке. Дела знаешь ли? Пока. И что это за клиентка? Одна из тех, которых ты водишь в гостиницу? Нет, дорогая Лукреция. Как я ни старался, мне не удалось отвезти ее в гостиницу. Ты виделся с синьорой Камино? Нет. Я ассистировал доктору Бенитосу. Сложная операция. Воспаление простаты. Ну, сходи, наконец. Она вот-вот уедет. Эрика, у меня к тебе огромная просьба. Что? Уверена, ты хочешь попросить, чтобы я соврала. Скажи синьоре Камино, что я не могу навестить ее. Скажи ей, что я в реанимации. Ну, что-нибудь такое. Что я не могу выйти. Скажи ей, что только что приехали 20 беременных женщин, и они готовы родить. У тебя что-то было с синьорой? Нет, разумеется, нет. Дело в том, ты же знаешь, мое неотразимое очарование. Что мне делать? Женщины вешаются на меня. Ну, ты подлец. Пожалуйста, сделай одолжение. Синьора Камино спрашивала меня о тебе. Спрашивала, есть ли у тебя невеста, например. И что ты ей ответила? Как что? Разве у тебя с Клаудией несерьезно? Становится серьезно. И очень серьезно. Серьезно. Хосе Антонио обеспокоен решением суда. А как он узнал? Я сказал ему. Он хороший адвокат, Милагрос. Кроме того, он знает об этом деле больше, чем я. Так он будет моим адвокатом? Нет, Джерардо, ни в коем случае. Нет, просто он консультировал меня. Тогда ему незачем было приходить сюда. Дело в том, что этот вопрос касается и лично его. Он не хочет, чтобы Лукреция забрала у тебя то, что принадлежит тебе. Тебе и твоему ребенку. Тебе не нравится, что он меня консультировал, что он приходил сюда? Нет, просто я очень тоскую, когда вижу его. Хорошо. Он тоже страдает, ты же знаешь. Мы будем и дальше страдать из-за нашего прошлого, если не сможем его забыть. Да, и из-за событий, к которым вы не имеете никакого отношения и никогда не имели. Печальная история, я это знаю. Что ты здесь делаешь? Вы не пригласите меня посмотреть вашу новую квартиру, сеньора Лукреция? Зачем ты пришел? Ты прервала мой праздник. Какой праздник? Твой роман с убийцей? Я с каждым шагом приближаюсь к тому, чтобы вернуть тебе твое состояние, Ракель. Я это сделаю. Ты настаиваешь на том, чтобы Лукреция вышла за тебя? Это единственный способ забрать у нее мистраль. Перестань лгать, Медина. Ты предатель. Я клянусь, что не люблю Лукрецию. Она для меня всего лишь способ завоевать тебя. А это разве не предательство? Ты подменил их, чтобы защитить эту женщину. Моего врага. Убийцу всей моей семьи. Или ты будешь утверждать, что это не ты подменил видеокассеты? Ты предал меня, Медина. Эта женщина совратила тебя. Я никогда не предавал тебя, Ракель. Прошу тебя, верь мне. Я должен был отдать ей видео, для того, чтобы она поверила мне. Должен был убедить ее, что как только будет оспорено завещание, она сможет выйти за меня замуж. Да, я знаю весь этот абсурдный план. Это только способ зананить меня в ловушку. Это так? Я клянусь, что нет, Ракель. Тогда зачем ты подменил видео? Если бы все, что ты сказал, было правдой, ты бы предупредил меня, а не делал это тайком. На что ты рассчитывал? На то, что я полная дура? Что я не замечу? Я сделал это тайком, потому что знал, что ты не согласишься. Что ты будешь против. Поэтому я и не спросил тебя. Ну, ты лжец. Да, я такой, Ракель. Но я не лгал тебе. Верь мне, прошу тебя. Скоро Местраль будет твоим. Я заберу у Лукреции все. Это будет лучшей местью. Если хочешь, чтобы я поверила тебе, отложи этот план. Оставь Лукрецию. И не встречайся больше с этой мерзавкой. Это очень странный визит. Ты и я, у нас нет ничего общего. Это правда. Я пришел не к тебе. Я пришел к твоему другу Гектору Медина. Его нет дома. Ладно. Я приду позже. Когда он вернется? Я этого не знаю. Я смотрю, твоя жизнь изменилась радикально. С кем ты общалась раньше и с кем ты общаешься теперь? Правду говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. То же самое я могу сказать о тебе. Насколько я знаю, тебя выгнали и из дома, и из компании. И ты опять стал нищим адвокатом, как в самом начале. Но, слава Создателю, я не должен продавать себя. А вот ты, я слышал, платишь за услуги Медина сексом. Даже не думай, Лукреция, ты меня не ударишь. И предупреди своего нового муженька, что я приду позже. Опаздывайте, сеньориты. Из-за тебя мне не разрешили ехать на пляж. На какой пляж? Послушай, ты что, с ума сошла? У нас куча работы. Что будем делать? Прежде всего, наденьте это. Что это? Ваша рабочая униформа. Извините, я не служанка. Прошу прощения. Я тоже. Послушайте, вы мои служащие, вы получаете зарплату. Так что надевайте униформу немедленно. Но почему униформу? Я ненавижу униформу. Я хочу создать профессиональное предприятие. И поэтому вы должны выполнять установленные нормы гигиены. Себастьян, ты сошел с ума. Ты окончательно свихнулся. А вы с Макареной почему-то не надеваете это. Вы что, возомнили себя начальниками? Завтра Бенито купит одежду и для нас. Люсия, в этом нет ничего зазорного. Я просто предлагаю качественные услуги. Вот и все. Да, сеньорита, это правда. В ресторане шикарного отеля, где я работал, я имею в виду в Ассенсьоне, в Парагване, строго выполнялись все эти нормы. Представляете, мы даже работали в перчатках. В белых перчатках. С ума сойти. Помолчи, Бенито. Тут есть зеркало. В этом можно прямо в цирк. Привет. Я не позвонил тебе, потому что у меня было много работы в клинике. Как дела? Очень плохо. Судья решил, что есть основания для присмотра дела. Когда будет суд, я еще не знаю. Не может быть. А что мой отец? Бедняга еще больше озабочен, чем я. Мне кажется, что этот судья и адвокат Лукреции – два запога пара. Это единственное, что объясняет такое решение. Тебе должно быть было очень противно встречаться с Лукрецией. Да. Она смеялась над нами и угрожала. Не могу понять, как я могла думать, что она добрый человек. Она всегда меня ненавидела. С самого начала. Это хорошо, что ты наконец поняла. Я поговорю с отцом. Не уходи. Сейчас нельзя делать этого. Сейчас, Ракель, когда весь механизм запущен. Я тебе объяснила, что меня не интересует Мистраль. Ты можешь доказать, что верен мне только одним единственным способом – бросить эту женщину. Если ты этого не хочешь делать, тогда прочь, уходи. Не хочу больше тебя видеть. Мне очень жаль, что из-за недоверия ты хочешь принести в жертву все, чего мы достигли. Ну, будь по-твоему, Ракель. Я сделаю так, как ты просишь. Но я хочу, чтобы мы жили вместе. И мы вместе. Я тебе так неприятен. Ты и все мужчины, Гектор. Против тебя лично у меня ничего нет. Я знаю, когда мне удастся отобрать все у Лукреции, когда она будет полностью уничтожена, ты примешь меня. Эта месть вернет тебе жажду жизни и любовь. И когда это произойдет, я буду рядом. Я готов дать тебе любовь, которой у тебя никогда не было. Ты лжешь, Медина. Ты не хочешь уничтожить Лукрецию. Ты женишься на ней. И завладеешь всем состоянием. Ты считаешь, я сделаю ее счастливой? Ее жизнь превратится в ад, пока я буду рядом с ней. Ну, хорошо. Если ты хочешь, чтобы я ее бросил, я сделаю это. Я люблю тебя. Правда, Ракель, я хотел завладеть Местралями и вернуть тебе то, что принадлежит твоей семье. Но если ты не хочешь, я оставлю все, как есть. Все это... взамен на твою любовь. Подумай об этом. Ой, в чем дело? Мы уже сделали много. У меня уже болит рука. Кроме того, эта мерзость воняет. Я больше не хочу. Нет. Вот видите, я говорил вам, для этого и нужны были перчатки. Заткнись, Бенита. Маргарита, серьезно, я не собираюсь делать это. Я тоже. Хватит жаловаться. У нас два заказа, а рабочих рук мало. Как только я закончу с этим соусом, я вам помогу. С меня хватит, Себастьян. С меня хватит. Меня тоже. Послушайте, вы же работаете не бесплатно, в конце концов. Ты что, думаешь, если ты нам платишь, что мы стали твоими рабынями? И при этом ты не платишь за дополнительные часы. Что случилось? Вы опять ругаетесь. В чем дело? Как вам идет эта униформа? Это и вправду похоже на фабрику. Лукреция никогда не успокоится. Я знал это. И поэтому всегда избегал прямых столкновений. Как твоя мать? Она успокоилась, но еще очень печально и очень скучает. И я тоже. Она спрашивала, как у тебя дела, и я рассказал ей о завещании. И что она сказала? Что не хочет больше никогда слышать о Лукреции. Ладно, мне пора. Я обедаю с Милагрос. Как дела у твоей клиентки? Хорошо. Ты знаешь, кто приходил? Беллида? Твой муж? Этот негодяй Хосе Антонио Вилсон. Здравствуйте, синьора Камина. Доктор Солинос разрешил выписать вас. Если хотите, я помогу вам собрать вещи. Вы сказали доктору Малатеста, чтобы он пришел? Да. Но он сказал, что у него очень много работы. Во всяком случае, он сделает все, чтобы улизнуть. Но вы же знаете, это сложно. Неизвестно, что может случиться через минуту. Жизнь у врача тяжелая, да? Часто говорят, что врачи это как священники. Они могут служить другим только по призванию. Дорогой? Дорогая. Идем? Пока-пока. Медина пришел. Чем могу быть полезен Хосе Антонио? Я знаю, ты уже приходил. Мы могли бы поговорить на идее? Ни в коем случае. Между Гектором и мной нет никаких секретов. Можешь говорить. Я предпочел бы, чтобы ты уснал в Укреции. Напоминаю, что ты находишься в моем доме. В Укреции будь добра, оставь нас. Всего на минутку, пожалуйста. Ты от меня что-то скрываешь? У тебя какое-то дело с этим предателем? Прошу тебя, дорогая. Ты неблагодарный, братец. Неблагодарный. А ты хитрюга. Я звонил тебе два раза, чтобы поговорить, а у тебя никогда не было времени. Хочешь кофе? Спасибо. Фернадо, это прекрасно. Впервые ты предлагаешь что-нибудь принести. Только для него, потому что он мой новый братик. Сейчас приду. Ты готова? Вообще-то я не голодна. Без разговоров. Ты знаешь, что должна хорошо питаться, чтобы ребенок рос здоровым и сильным. Сегодня он опять пошевелился. Выпьешь глоток? Нет, спасибо. Лукреция ничего не знает о Ракель, но подозревает о ее существовании. На чьей ты стороне, Гектор? Ты уже бросил, Ракель? Я на своей стороне. И позволь полюбопытствовать, чем обязан твоему визиту? Вряд ли ты вспоминаешь меня в своих молитвах. Я узнал, что ты собираешься протестовать завещание. Так и есть. И сегодня был очень важный день. Состояние твоей бывшей жены висит на волоске и скоро упадет в руки моей новой подружки. А тебе-то что до этого? Ты же разведен и отказался от всего. Ты помнишь, когда-то ты приходил ко мне и предлагал отказаться от этого дела в обмен на кругленькую сумму? Конечно. Я помню это как вчера. Благодаря этому я познакомился с Ракель, и это все изменило. Теперь я сам делаю тебе такое предложение, Медина. Сколько ты хочешь? С какой стадии? Разве ты заинтересован в этом деле? Сколько ты хочешь, Медина? Сколько? Ты готов заплатить целое состояние, чтобы защитить свою бывшую жену? Не думаю, что ты можешь заплатить мне столько, сколько я планирую получить сразу после решения судьи в пользу Лукреции. У меня достаточно денег, чтобы заплатить тебе. Назови сумму. Фильм переведен и озвучен студией «Семья от А до Я» по заказу компании «Интро Коммуникейшнс» 2001 год. Фильм переведена и «Семья от А до Я» по заказу компании «Семья от А до Я» по заказу было сделано во время учебителями. Например, В Казахстан «Интро Коммуникейшн» brанировал я молч 310а т Toby Лукре из овер upsetting,ara пахнет нам это всеми crimes. Время по prescribed,ANK Благодаря перед diesen Express Tal pitch А до Boo� Продолжение следует...